Приветствую вас дорогие рукодельницы, а также всех любителей творчества. В этом видео я хочу показать, каким образом можно сделать осенние листья, в моем случае это листья клена, без использования молдов. Я покажу, как создать фактуру, как окрасить, а потом из этих листьев сделаю осенний ободок. Чтобы перенести отпечатки прожилок на фоамиран, я набрала опавших листьев разных размеров, помыла, просушила их и дальше покажу, что с ними сделала. Для работы мне понадобился зефирный фоамиран, проволока 0,55 миллиметров, ножницы, два листа бумаги офисной, утюг, лак акриловый глянцевый, кисточка, мелкие, это масляная пастель. Собственно говоря, можете брать любую, какая у вас есть. У меня есть одна хорошая, одна такая не очень, но все равно я ее в работе использую. И если вы будете делать ободок, то для него нужна будет пластиковая основа или металлическая, любая какая у вас есть. Разные тычинки, букетики, ягодки, все что у вас есть, все можно использовать в создании этого украшения. Также тейп-лента и секундный клей. Переносить фактуру с живых листьев на фоамиран мы будем с помощью проглаживания утюгом. Я врезаю необходимый кусочек зефирного фоамирана, вот приблизительно по размерам листа, который собираюсь сейчас отпечатывать. Затем помещаю этот лист фоамирана на бумагу и сверху прикладываю, получается лицевой стороной к верху лист клёна. Сверху накрываю бумагой и на максимальной температуре проглаживаю эти наши заготовки. В этот момент начинает пахнуть жареными листьями. Но мы проглаживаем их с одной стороны секунд 30-40, переворачиваем на другую и также проглаживаем. Теперь, чтобы отсоединить фоамиран и лист, нужно подождать, пока немного бумага остынет и начинать снимать именно вот таким образом фоамиран с листа. Если вы будете снимать лист клёна с фоамирана, то он у вас поломается, покрошится, а таким образом он легко отделяется. И посмотрите, пожалуйста, какие красивые, четкие, ясные линии у нас проявляются. И нам теперь остается только вырезать лист по контуру и окрасить его. Я наточила мелок красного цвета вот таким образом, чтобы у него была острая сторона. И этим острым кончиком прохожусь по всем прожилкам, которые у меня выделяются. Затем растушевываю их с помощью сухой, обычной хозяйственной губки. Затем беру вот такого цвета мелок. Это какой-то красно-коричневый, что ли. У меня все мелки перемешались, поэтому точного названия цвета не могу вам, к сожалению, сказать. В общем, я его также наношу на лист с помощью сухой губки и прокрашиваю от центра в стороны, от центра в стороны, по всему листу. Потом я добавляю цвет 209 пастель Минго по краям листа. Им я подкрашиваю только самые края и потом растушевываю. И обязательно обрабатываю кончики листа вот таким образом и сзади подкрашиваю. Субтитры подогнал «Симон»! Беру проволоку длиной примерно 15 см и с помощью секундного клея приклеиваю с обратной стороны листа, чтобы это крепление позволило мне потом соединить листья и ободок. Если вам не нужно это использовать в украшениях, такие заготовки листьев, то вы проволоку можете и не приклеивать. Чтобы закрепить результат окрашивания и сделать листочек таким глянцевым, я его покрываю сверху акриловым глянцевым лаком и даю высохнуть где-то приблизительно около двух часов. Ну, можно и поменьше, там от часа до двух часов. И только после этого я буду собирать все в ободок. Листья на ободке у меня будут располагаться от большего к меньшему. И за счет того, что у нас есть проволока, можно отрегулировать его форму, наклонить его вверх или вниз. Начинаю крепить, отступая от середины ободка примерно 2-2,5 см. И оборачиваю проволоку вокруг основы. Так поступаю со всеми листьями по очереди. Каждый оборачиваю и потом добавляю ягоды. На свое усмотрение вы можете добавить любой декоративный элемент, который у вас есть. И после того, как листья все прикреплю к ободку, я обмотаю его тейп-лентой. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok